Один из способов строительства инновационной экономики – превращение высокотехнологичных стартапов в крупные компании. Но молодые фирмы, как правило, имеют небольшую капитализацию, и для быстрого развития им нужны значительные инвестиции. Привлечь их можно, выпустив собственные акции и разместив их на бирже. Торговаться наравне с крупными компаниями небольшим предприятием не так-то просто. Но получить средства на развитие каким-либо другим способом им затруднительно. Зачастую компании инновационные не могут привлечь банковское финансирование, долговое финансирование, не могут воспользоваться фондовым рынком для выпуска облигаций, потому что они не имеют такой большой капитализации, они неизвестны рынку. С точки зрения банков у них отсутствует необходимая залоговая масса. Тем не менее, средства для развития необходимы сейчас, рынки бурно растут именно сейчас, и тот, кто не привлечет средства сегодня в свое развитие, завтра окажется в аутсайдер. В России в 2009 году заработал рынок инноваций и инвестиций, сокращенно РИИ. Сейчас здесь обращаются бумаги 18 компаний. Среди них русские навигационные технологии, разработчик и производитель систем GPS-мониторинга и контроля автотранспорта. Закрытый по его инвестиционный фонд особо рискованных инвестиций в высокие технологии «Биопроцесс Кэпитал Венчурс», а также петербургская компания «Фармсинтез», которая создает и производит лекарственные препараты. Организатором ряда IPO на РИИ выступила компания «Алор Инвест». Первое – это сама компания должна быть готова к тому, чтобы она станет публичной. То есть, соответственно, должны быть приведены в порядок ее учредительные документы. Как правило, у инновационных компаний все в порядке с точки зрения финансового состояния. Но тоже есть какие-то обычные скелеты в шкафах, на которые никто не обращает внимания, пока компания частная. Чтобы вывести компанию на IPO, надо учредить совет директоров, в который желательно ввести независимых членов. Изменение структуры управления означает, что нужны новые грамотно составленные внутренние документы, положения, инструкции, регламенты. Тогда взаимодействие с советом директоров не помешает развитию компании. А миноритарным инвесторам даст уверенность, что независимые директора могут отстаивать их интересы. На сегодняшний день два независимых директора планируется в ближайшее время привлечь еще двух независимых директоров. Если раньше отчетность у нас была наша, советская, бухгалтерская, то сегодня у нас отчетность идет в соответствии со стандартами и ФРС, и ГАП. Готовятся серьезными, рекогнаезд, аудиторами с мировым именем. Происходит эта отчетность регулярно, минимум раз в три месяца. Часть подготовки компании к продаже – так называемое roadshow. Обычно оно проходит после подачи заявления на регистрацию выпуска ценных бумаг. Roadshow. От английского roadshow – выездная презентация. Мероприятия, на которых руководство компании, готовящейся к IPO, встречается с потенциальными инвесторами, брокерами, дилерами и пытается привлечь их интерес к акциям, которые поступят в продажу. Все встречи во время roadshow должны быть четко спланированы, ведь это фактически визитная карточка компании. Но на пути организаторов могут оказаться неожиданные препятствия. Мы организовывали roadshow, впервые в России делали roadshow. У нас было семь городов за семь дней в России. Здесь мы столкнулись с проблемой инфраструктуры транспортной системы России, потому что все перелеты пришлось делать через Москву, потому что прямых рейсов между городами, которые лежат на расстоянии 400 километров, нет. А поезда ходят, как правило, между ними больше суток, потому что тоже крутятся через Москву. Отсутствие прямого сообщения, оно, в общем-то, достаточно серьезно влияет на возможность прямого такого общения с инвесторами. На этом курьезы в работе РИИ не заканчиваются. Ради успешного вывода новой компании на свою площадку ММВБ готова пожертвовать почти всем. Одна из компаний, которая у нас размещалась, это компания, которая занимается молодежным телевидением. И, соответственно, они хотели презентовать свой эфир на презентации для инвесторов. Вывесили плазменные экраны. Накануне мы долго-долго подключались к нашему каналу и к спутнику на крыше, чтобы включить вот эту прямую трансляцию. Мне кто-то из техников сказал, что вроде все нормально, но может быть, что торги встанут, если мы включим вот эту вот кнопку и пустим прямой эфир. Соответственно, вот этот момент включения эфира этого молодежного канала для нас очень сильно запомнился, потому что мы очень переживали, что что-нибудь случится с основными торгами. Но все прошло хорошо, слава богу, и компания активно торгуется с этого момента. Одновременно с проведением роуд-шоу начинает формироваться книга заявок на покупку ценных бумаг. В случае небольших инновационных компаний чаще заявки собираются через специальные биржевые механизмы – аукцион или адресное размещение, что делает эту процедуру более прозрачной и удобной для розничных инвесторов. Третье – это сама продажа компании. Тут нужно понимать, что акции компании – это такой же товар, как и любой другой. То есть мы, когда выходим на биржу, мы конкурируем с «Газпромом», «Сургут», «Нефтегазом» и так далее. Потому что те же самые инвесторы, что представлены на бирже, они инвестируют и туда, и сюда. Поэтому мы должны показать, почему нужно отнести деньги в нашу компанию, отдать их, доверить их нашему эмитенту, а не отдавать их «Газпром». Вот вся история. Выход фармсинтеза на IPO в 2010 году прошел удачно. Компания предложила инвесторам 22 миллиона акций, или 30% своего уставного капитала. Организатор размещения ожидал, что они будут проданы по цене от 20 рублей 60 копеек до 27 рублей 70 копеек за штуку. В реальности цена оказалась посередине ценового диапазона – 24 рубля за акцию. То есть в ходе IPO рынок оценил капитализацию компаний примерно в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Развитие компании пошло в гору, выручка и оборот растут. Приобретены несколько зарубежных предприятий, в том числе эстонская фармацевтическая компания «Кевельт А.С». Завершается реконструкция научно-производственного комплекса в Капитолово под Санкт-Петербургом. У нас есть и инновационные методы и способы производства. Надо отметить, что у нас все лекарства оригинальные, практически все, либо так называемые high-value дженерики, которые в принципе в Российской Федерации не производятся. И субстанции в основном закупаются за рубежом. И есть ряд препаратов, которые имеют уникальную технологию, которая больше, опять же, нигде не используется. Другая компания – СРИИ ММВБ, русские навигационные технологии, прошла все стадии венчурного инвестирования. Сначала она развивалась на собственные средства основателей. Затем, в обмен на долю в капитале, РНТ получила инвестиции от венчурного фонда «ВТБ управления активами», созданного при участии РВК. Этот фонд и стал инициатором выхода компании на IPO. Летом 2010 года, в ходе первичного размещения, РНТ привлекла более 300 миллионов рублей. Нам очень приятно, что с той оценкой компании, которую мы предлагали, предлагал наш андеррайтер, согласились инвесторы, и они поняли этот рынок. Как и на российском рынке, так и на международном эффект есть. Нам намного проще работать с крупными компаниями в России, нам намного проще, так как публичная компания, так сказать, публично объявлять свое мнение. И что касается международных рынков, ну здесь очень показательный эффект. Мы вышли за этот год на 22 международных рынка. В компаниях, торгующихся на РИИ, среди причин выхода на IPO, чаще всего называют приобретение известности и доверия среди инвесторов. Прежде всего, это, конечно же, знакомство с этим новым инструментом и подготовка к некому будущему, где мы сможем привлекать деньги западных или российских инвесторов непосредственно в сам фонд, который финансирует инновационные разработки, либо же в наши портфельные компании. То есть это может быть первым шагом для размещения акций наших проектных компаний в публичном обращении. Специфика венчурного инвестирования в биотехнологические и фармацевтические компании такова, что 5-10 миллионов долларов, которые фонд дает на развитие проекта, обычно не позволяют зарегистрировать новые лекарства и вывести их на рынок. Но на следующую фазу клинических испытаний вновь требуются значительные средства. Их можно привлечь, продав долю стратегическому инвестору, чаще всего крупной иностранной фармкомпании. В случае публичного размещения у проектов появится возможность привлечения значительных финансовых средств и сохранения всей интеллектуальной собственности и всех разработок здесь. Конечно, эта идея нам очень нравится. Однако пока репутационные выгоды от публичного статуса перевешивают все остальные. На Арии наблюдается высокая волатильность. Цены на акции колеблются, а сделок заключается немного. Этим эксперты и объясняют планы ряда компаний-эмитентов РИИ в будущем отправиться на западные фондовые рынки. Опыт публичного размещения на российской площадке им поможет. Мы имеем в планах и готовимся в ближайший год-полтора провести вторичный листинг нашей компании на одной из американских бирж. Будь то NASDAQ или будь это АМЕКС. Поэтому совершенствование структуры корпоративной нам абсолютно необходимо для этого. Там требования гораздо жестче, чем у нас. И вот то, что мы прошли сейчас с Майсексом, в общем, дало нам существенный урок. Для того, чтобы быть по-настоящему крупным, по-настоящему успешным игроком, рано или поздно компания должна присутствовать в международном глобальном бизнес-пространстве. Но для компаний, делающих первые шаги, только что переходящих из состояния стартапа к состоянию роста, как правило, выход на глобальные площадки достаточно сложный. Наблюдатели отмечают, что после размещения котировки акций на РИИ зачастую идут вниз. С реальным положением дел в компании это никак не связано. Например, через год после IPO компания РНТ попала в список наиболее быстро развивающихся компаний мира. Ее бизнес-кейс вошел в учебную программу Стэнфордского и ряда других университетов США. Компания Фармсинтез также превышает заявленные показатели. Но эксперты отмечают реакцию лишь на отдельные хорошие новости. Например, Вирекса получила в США статус лекарства для лечения редкой болезни. Емкость американского рынка для этого препарата оценивается в 500 миллионов долларов в год. Эта новость вызвала движение на бирже. Котировки акций Фармсинтеза подскочили. Возьмем пример Фармсинтеза. Все заявленные в ходе подготовки к IPO, в ходе роудшоу, этапы развития, все цели достигнуты. РНТ, если мы возьмем, финансовые показатели были превышены по сравнению с тем, какие были заявлены. Но тем не менее, почему-то рынок на это не реагирует положительно. Рынок на это смотрит то ли безразлично, то ли воспринимает это не как позитивную новость. Сейчас рынок инноваций и инвестиций находятся в начале пути. Видимо, должно пройти время, чтобы он накопил солидную базу данных успешных размещений, в ходе которых компании действительно получили хороший толчок для развития, а инвесторы – доход от вложенных средств. Пока смельчаков немного, но они есть. Зачем компания выходит на публичный рынок в здравом уме и трезвой памяти? Выходит из тени, начинает платить все налоги, идет на все эти издержки по поддержанию отношений с инвесторами, начинает раскрывать всю информацию о себе. Почему? Потому что это магистральный путь для того, чтобы стать крупной, большой компанией. Вот все крупные компании, они публичные. Так устроена жизнь. Успешных проектов, развивающихся за счет бюджетных средств, значительно меньше, чем коммерческих. Поэтому так важно выводить компании на публичный рынок. Очевидно, что спрос со стороны инвесторов на бирже – это хороший показатель востребованности рынком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!